Прокуратуру просит посмотреть на президентские выборы Прокуратуру просит посмотреть на президентские выборы Наблюдатели заявили о фальсификациях на 100-участках в 13 регионах коммерсанта 23 января 2019 года 22.38 Ассоциация наблюдателей Татарстана обратилась в Генпрокуратуру с заявлением о фальсификациях итогов выборов президента России в 2018 году Завышение явки, вбросы и нарушения при подсчете голосов были выявлены на 100 избирательных участках в 13 российских регионах по итогам анализа записи с веб-камер В Ассоциации рассчитывают на возбуждение уголовных дел Вместе с тем эксперты полагают, что пару показательных уголовных дел завести могут, но по большинству нарушений активисты получат отписки В ЦИК РФ заявляют, что обращения о ней по горячим следам не имеют никакого юридического смысла С заявлением о нарушениях во время выборов президента России в Генеральную прокуратуру обратился заместитель координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азад Габдуль Валиев Он утверждает, что на 100 избирательных участках в регионах итоги выборов были сфальсифицированы В связи с чем просит надзорный орган возбудить уголовные дела Нарушения выявили волонтеры Ассоциации, которые в течение года просматривали записи с веб-камер, установленных в день выборов в помещениях участковых избирательных комиссий Господин Габдуль Валиев просит истребовать видеоматериалы у ЦИК РФ Копия заявления направлена главе Центризбиркома Эли Памфиловой, есть утвердый знак Большинство нарушений были выявлены в республиках Северного Кавказа Однако в списке есть участки в Татарстане, Москве, Краснодарском крае, Кемеровской области всего 13 субъектов РФ Самый распространенный вид фальсификации завышения явки Волонтеры Ассоциации высчитывали, сколько человек на видеозаписи подошли к избирательным урнам и опустили туда бюллетени Это число иногда в несколько раз отличалось от официальной явки Например, в УИК номер 1058 в Махачкале волонтеры Ассоциации зафиксировали пятикратное расхождение явки Согласно протоколу комиссии, в выборах участвовало 2,7 тысячи избирателей Однако, просмотрев видеозапись, активисты обнаружили возле урн лишь 548 человек Серьезные завышения также фиксируются на участках в Нальчике, Грозном, Новороссийске, Москве Как ЦИК оценил заявление о нарушениях во время выборов президента вбросы выявлены на девяти участках При этом на УИК номер 1061 в Махачкале зафиксированы сразу 25 эпизодов вбросов На УИК номер 155 в Нальчике 21 эпизод На УИК номер 278 во Владикавказе и на УИК номер 281 в Грозном по 7 эпизодов На ряде участков активисты заявляют о фальсификациях по счету голосов Например, в Юрге Кемеровской области на УИК номер 944 официально за Владимира Путина проголосовало 1174 избирателя Однако пересчет бюллетеней по видеозаписи показал, что таких избирателей было 668 То есть, как утверждают в ассоциации, президент получил на этом участке более 500 чужих голосов На некоторых участках Махачкалы подобные завышения в пользу президента составили более 1000 голосов Однако, например, на УИК номер 2156 в Набережных Челнах, Татарстан, у президента количество голосов, наоборот, уменьшилось Дополнительные голоса получили Максим Сурайкин, Владимир Жириновский и Ксения Собчак На некоторых участках, по данным ассоциации, уменьшались голоса за Павла Грудинина Выявленные нарушения не могут стать основанием для отмены итогов выборов на данных участках Согласно федеральному законодательству, результаты могут быть обжалованы лишь в течение трех месяцев со дня их официального опубликования Для нас важен сам факт подтверждения фальсификации Срок давности по уголовным преступлениям не истек, заявил твердый знак господин Габдуль Валиев Коммунисты обнаружили махинации с недействительными бюллетенями во время президентских выборов Сопредседатель голоса Андрей Бузин считает, что собранная ассоциация материала фиксирует признаки преступления по СТ 142. Фальсификация избирательных документов, ИСТ 142.1 УК РФ Фальсификация итогов голосования Однако он напоминает, что представители ассоциации уже обращались в правоохранительные органы по итогам президентских выборов 2012 года Тогда нарушения при помощи записей с веб-камер были выявлены на участках в Татарстане, но получили отписки Сейчас он не исключает, что возможно, пару показательных дел могут завести Риторика ЦИКа изменилась и заключается в том, что любые фальсификации должны быть наказаны Секретарь ЦИКа Майя Гришина сказала твердый знак, что обращения по фальсификациям спустя время носят умозрительный характер И мы, и генпрокуратура обязаны рассмотреть все подобные заявления, однако обращения они по горячим следам не имеют никакого юридического смысла, объяснила она Кирилл Антонов, Казань, Лада Шамардина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова